ДОХОДНЫЕ МЕСТО И какое у вас зрение? Левый глаз минус 2,5, правый 4,5 минус. У меня была травма определенная в детстве, и у меня зрение на правом глазу регулярно ухудшается. В связи с этим, насколько часто вы к офтальмологу ходите? Ну, где-то раз в год. Когда я понимаю, что у меня линзы уже не соответствуют мне, я хожу, мне выписывают новые линзы. Врачи советуют подобрать какие-то контактные линзы, потому что очки получаются слишком разной нагрузкой на глаза. Просто изображение не будет совпадать левое с правым. У нас есть медосмотры на работе, по-моему, раз в два года. Правый глаз видит, в общем, довольно хорошо, ну, почти всю таблицу, а левый глаз не видит даже в верхней строчке. Левый где-то минус 5 или что-то в этом роде. Я знаю, что у меня миопия средней степени, где-то 0,6-0,7. А сколько вы часто ходите к офтальмологу? Это раз в два года. Вписывают какие-то капли, может быть, БАДы, добавки какие-то для зрения. Стараюсь раз в год ходить. У меня врожденная катаракта, операции были, но тут уже ничего не помочь. На один глаз, наверное, минус 6. Второе – минус 3. Минус 1, наверное. Созрение стало меняться. Сначала была безорукость, теперь стала уже дальнозоркость. Очки и те, и другие есть. Хожу к врачу, периодически проверяюсь, раз в год точно хожу. С возрастом зрение меняется, врач говорит. Лучше уже не будет. К врачу хожу очень редко. Один раз ходил, минус 1,75, сказали. Можно сделать лазерную коррекцию зрения. Пока не решаюсь. У меня единица зрения в офтальмологом. Не очень часто хожу, так как, в принципе, нет жалоб. Раз в два года, наверное. Врачи рекомендуют носить солнцезащитные очки, но именно с УФ-400 защитой, так как солнце яркое. Вот действительно довольно интересный сюжет. И страшный одновременно, потому что... Возраст участников, молодой. У всех зрение плохое. Наверное, вам повезло. Да, думаете, повезло? Почему? Почему не повезло? Ну, на самом деле, такие понятия, как эмитропия, то, о чём говорил предыдущий оратор, достаточно частое явление. И пациент должен быть обследован действительно раз в год. Глаз человека достаточно сложная оптическая структура, которой происходит передача информации в головной мозг. Есть через что смотреть, ну, образно, это роговицы и хрусталик. Есть чем смотреть, это сетчатка. Если происходит правильная фокусировка изображения на сетчатке, человек видит 100%. Если такого не происходит, чаще всего это в силу ряда анатомических особенностей, возникает дальнозоркость, близорукость или астигматизм. И человек должен носить либо очки, либо контактные линзы, ну, и может сделать лазерную коррекцию. Вот скажите, а всем людям... Ну, смотрите, точнее, не так вопрос построю. Я знаю, что сейчас существуют очки для всего. Для чтения, для вождения, для спорта и для всего вообще чего угодно. И даже люди, которые не страдают проблемами со зрением, у которых, например, у меня единицы, и мне рекомендуют какие-то врачи носить очки для вождения. Это так и нужно делать или не нужно? Для чего? Если у человека единица зрения, ему очки не нужны. Ну, сейчас специализированные очки, чтобы не напрягать глаза. Нет, имею в виду, если... От засветов. Они не имеют диоптери, ради бога, никто не против. Да, есть люди, которые очки для вождения с затемением просто не могут носить, и в том числе я, мне вот просто некомфортно. Есть понятие «надо», есть понятие «хочу». Это два абсолютно разных понятия, которые определяет, в первую очередь, пациент, а мы уже должны... А как понять тогда, когда, в каких случаях доктор говорит «надо»? С какого возраста? Опять-таки, вот мы говорим с вами о показаниях и противопоказаниях. С нашей точки зрения медицинское показание и противопоказание качественно разнится с тем, что представляет себе пациент. На самом деле всё происходит иначе. К нам приходит пациент и говорит «хочу сделать лазерную коррекцию». А мы уже должны определить, можно, нельзя, если можно, какая методика показана в данном конкретном случае. То есть это всё индивидуально и общих рекомендаций нет. Допустим, носите линзы, как гласит реклама, это лучше, чем очки, а кто-то говорит «носите очки». Абсолютно индивидуально. У каждого человека два глаза – это разные истории. Кто-то может носить очки, просто вот психологически он не может поставить себе контактные линзы. Есть люди, у которых есть контактная непереносимость, у них жутчайше развивается синдром сухого глаза. Есть люди, которые хулиганичивают и контактные линзы не снимают, потому что для них это полный комфорт и не дают глазу отдыхать. Есть люди, которые, в принципе, считают, что они выглядят брутально, и они не думают о лазерной коррекции вообще. Никто никогда не вправе заставить их сделать лазерную коррекцию. А правда ли лазерную коррекцию нельзя делать, если идёт ухудшение зрения? Существует мнение, врачи говорят, что когда стабилизировалось, на минусе какому-то остановилось, тогда уже можно. Так точно. Абсолютно правильное мнение. И связано это с тем, что близорукость – это вот та самая анатомия, при которой глаз имеет более длинную форму, нежели она должна быть в норме. И организм растёт до 25 лет в среднем, глаз в том числе. Он имеет право менять свою форму, поэтому мы детям не делаем лазерную коррекцию. Коррекция лазерная, хирургическая, она идёт как точный математический расчёт на данную длину глаза. Если ребёнок или человек, у которого прогрессирующая близорукость всё-таки сделает её, через год глаз подрастёт, опять появится близорукость. Во-первых, не всегда возможна повторная операция. И во-вторых, любая повторная операция – это всегда погрешность в результате. Уж лучше взять стабильный глаз, сделать один раз качественно и хорошо. Один раз качественно, но опять-таки говорят, что… Ненадолго. Ненадолго, на 10 лет хватает только… Пример далеко ходить не надо, мой муж сделал коррекцию, у него был минус, по-моему, 4, по-моему, минус 3, минус 4. Сейчас могу путать, не помню, уже как 10 лет назад он делал операцию, а сейчас ухудшение зрения происходит. Ходил к врачу, сказали, что уже возрастные изменения операцию делать не надо, сейчас пойдёт в обратную сторону глаз, и оно улучшится в итоге. У него ухудшение вдали или вблизи произошло? Сейчас он опять не видит вдаль. Вдаль. Ну, надо разбираться за счёт чего. К сожалению, в медицине не бывает 100% гарантии, и всегда есть исключение. Да, у нас были пациенты, у которых в 40 лет без всяких операций, без драсти, до свидания, глаз вдруг начинал расти. Именно поэтому мы и говорим, что необходимо ежегодное обследование. Не только людям с хорошим зрением, тем паче, людям с близорукостью и дальнозоркостью. Есть какие-то исследования, сейчас уже не помню, по-моему, британских учёных, они говорили о том, что... Можно на них всегда ссылаться, честно, не помню, кто, но прочитал статью. Всегда, если что, говорили британские учёные. Да, британские учёные, да. Но статья действительно такая существовала, где был проведён анализ мужчины и женщины, и по статистике якобы женщины больше подвержены изменениям, различным плохому зрению и так далее, чем мужчины. Я думаю, статистика-то основана на наличии жалоб. А-а-а. Вот и всё. Понятно. Скорее всего, так есть. Чаще жалуется кто-то реже. А можно ещё, наверное, так сказать? У меня очень много вообще знакомых, друзей в моём ареале обитания, которые хотят сделать себе коррекцию зрения. И если можно, буквально по каким причинам она не делается, чтобы люди понимали, что вот у них, например, это есть, и им это не грозит? Ну, первое, это возрастные. Вот то, о чём вы говорили, да. У нас у всех есть замечательный товарищ, линза внутри глаза, который называется хрусталик. В норме товарищ подвижный, он меняет свою форму, в результате чего он даёт спокойный вид вблизи. Вот после 40 лет мы становимся зрелыми, хрусталик становится более плотным, он физически не может принять эту форму, и человек одевает плюсовые очки для чтения. У близоруких людей, если они не делали операцию, они читают без очков достаточно хорошо, на разном расстоянии. Если в 40-45 исправить зрение вдаль, человек тут же оденет плюсовые очки для чтения. Это не противопоказание к лазерной коррекции, но просто пациент говорит, что я один и второй очки менять не хочу, хотя есть такие, которые готовы это делать. В принципе, это тоже индивидуальный подход. Второй момент – это прогрессирующая близорукость, о чём мы говорили. Третье – это заболевания глаз непосредственно. Бывают такие заболевания, при которых лучше не трогать, чтобы не спровоцировать прогресс основного заболевания. Беременность и период лактации. Хорошо, про беременность я не очень понимаю, почему так. Я бы тоже жена говорила об этом, что надо обязательно проверить глаза, обязательно проверить глаза, посмотреть. Опять-таки, во время беременности вообще даму надо оберегать, любая операция – это стресс. Второй момент у неё совсем другой гормональный фон. И заживление может идти не так, как мы планируем. Во время беременности девочки с близорукости обязаны быть первой и последний триместр на осмотре, потому что идёт нагрузка. И глаз не растёт от родов. Но у нас есть замечательная сетчатка, которая в длинных глазках имеет натяжение, они могут усилиться. И мы уже совместно с акушерами-гинекологами после осмотра понимаем, какое должно быть родоразрешение, чтобы это было безопасно. Моей подруге было рекомендовано Кесарева, потому что у неё плохое зрение, без операции она очки носит, либо линзы. И как раз ей запретили рожать самостоятельно и рекомендовали, настоятельно, не то что рекомендовали, а приказали Кесарева только. Более того, мы иногда укрепляем сетчатку на седьмом месяце беременности, чтобы обезопасить этот момент. Девочки, которые сделали лазерную коррекцию до беременности, должны понимать, что глаз по анатомии остаётся близоруким. И во время беременности с единицей зрения, но оперированные обязаны первой и последний триместр быть на осмотре. Телефон прямого эфира 33-22-146, и у нас уже есть человек, который дозвонился к нам, у которого есть вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Галина, задавайте свой вопрос. Да, 20,5 года. Сейчас мне 70 лет. 20,5 года давно назад я во второй больнице сделала платную операцию по замене хрусталика. И с тех пор у меня большие проблемы. У меня постоянное помутнение в том же левом глазу. При этом плохое самочувствие сразу же. Ну, головой плохо, болит всё. В правом глазу у меня начальник хторакта и глаукома. Обращаясь к левому глазу, я ходила в очень многие консультации, платные, и у меня все анализы на руках. Сейчас, на 17 число, у меня назначена лазерная почистка хрусталика. Я боюсь этой операции. Боюсь, что у меня вторично будет нехорошо. Мне приходится очень много читать. Я экскурсовод. Ага, хорошо. Сейчас есть какие-то вопросы, может быть? Не расслышала. Почистить хрусталик? Да. Вот лазером почистить хрусталик на тот глаз, где я приняла хрусталик. Ага, спасибо большое. Сейчас постараемся какой-то дать совет, но я не знаю, вряд ли мы. Да, я тоже так думаю. Значит, у человека, когда развивается катаракта, это помутнение возрастного хрусталика, вот свой мутный хрусталик стоит в такой прозрачной сумочке. Мутный удаляется, на его место ставится искусственное. И вот эта сумка у некоторых пациентов, прошу заметить, что это не зависит ни от типа операции, ни от хирурга, ни от желания пациента. Это индивидуальное фиброзирование, скажем так. Эта сумка сморщивается, и она превращается в так называемый фиброз. И пациент начинает жаловаться на то, что опять видно мутно. Но искусственный хрусталик как был прозрачным, так и остается. В таких случаях рекомендована лазерная десцизия задней капсулы. Это не операция, это манипуляция. Она проводится сидя, постреляли лазером, пациента отпустили домой. В классификации называется это вторичная катаракта. Но это, в общем-то, не катаракта, потому как катаракт, это, по-моему, не хрусталик. Бояться нужно или не нужно? Нет, бояться не нужно. Если соблюдены все правила, если нормальное давление. Я так поняла, там есть глаукомы, да, но стабилизировано, то это делать необходимо. Вот видите как, не бойтесь ничего. И вот все-таки еще финальный вопрос к вам, Екатерина. По цене, пожалуйста, хотя бы примерно. Вот сориентируйте людей, сколько стоит операция по коррекции? Не сориентируйте, потому что это тоже достаточно индивидуально. Мы смотрим от методики, они абсолютно разные. Мы смотрим на диаптрийность, да, на много факторов, и не только наше желание, но и, возможно, пациента тоже, естественно, учитывают. То есть здесь речь идет о том, чтобы выбрать своего врача, который внимательно очень отнесется, и доверится врачу. И дальше же он расскажет, как действовать, и ни в коем случае не выбирать самому, наверное, лечение себе, и не рекомендовать. Да, у меня замечательный хирург, наверное, в моем понимании один из лучших, Сенгаевский Сергей Борисович, который сказал чудную фразу, не бывает хирурга, у которого нет осложнений. Качество хирурга зависит от того, как он умеет с ними справляться. Это, наверное, основное, что должно быть в любой профессии. И вот приходите к нам, у нас хорошее качественное оборудование, возможные осложнения еще на фоне диагностики могут быть предсказаны, и проводятся максимально безопасно для каждого конкретного глаза операции. Спасибо большое, Екатерина Нильчева, хирург-офтомолог, была у нас в гостях.